Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно блога на канале страны. Сегодня просто очень много самых разных событий. Во-первых, сегодня православный праздник Крещения, во-вторых, в Украину уже прибыл американский госсекретарь Блинкен. И в-третьих, сегодня продолжится заседание Печерского суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко. На момент записи этого блога заседание еще не началось, сторонники Порошенко понемножку собираются, но тем не менее уже начались стычки с правоохранителями. Мы будем пристально следить, как там будут развиваться события и однозначно расскажем все в одном из следующих Ясно Понятно блогов. А сейчас я хочу углубиться в крайне занимательную, с моей точки зрения, тенденцию, как именно влияют на украинскую экономику нагнетающие, я бы даже сказала, панические публикации в западных СМИ относительно вторжения России в Украину. Я вскользь упоминала об этом в одном из вчерашних Ясно Понятно блогов, но считаю очень важным разобраться в этом подробнее. Что происходит с украинской экономикой, с украинским экспортом, с импортом в нашу страну, что происходит с долларом и что вообще происходит. Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Как вы наверняка заметили, вчера, позавчера и вот последние несколько дней стремительно растет доллар. Еще в декабре он стоил 27 гривен 60 копеек. И получается за месяц он подорожал практически на 3%. И вот вчера и сегодня он достиг отметки 28 гривен 50-60 копеек за доллар. Поэтому, конечно, можно было бы воспринимать вот эти все публикации западных СМИ, как, знаете, очередную серию вот этого большого сериала. Но, как видим, все это бьет по украинской экономике. На валютном рынке сейчас, к сожалению, настоящая паника. Экономический эксперт Шевчишин по этому поводу говорит. Нерезиденты активно выводят капиталы, уходят из наших ОВГЗ на волне дестабилизации политической ситуации и угрозы российской агрессии, о которой много говорят. Локальные инвесторы также скупают доллар в надежде пересидеть смутные времена в тихой гавани. Ощутимое давление на валютный рынок идет со стороны импортеров. Во-первых, валюту скупают под энергетический импорт, так как уже сейчас понятно, что нам на зиму не хватит порядка 2 млрд кубов газа и его придется докупать по рекордным ценам. Во-вторых, поставщики импортных товаров массового спроса пытаются закупить как можно больше продукции, пока доллар еще больше не подорожал. Их активность подстегивают потребители, которые кинулись скупать импортные товары, так как понимают, что по мере ослабления гривны они будут дорожать. Не осталось в стороне от общего ажиотажа также население. Люди скупают доллар, пытаясь спасти свои сбережения от обесценивания. В самом конце цепочки посели влияние на валютный рынок спекулянты. Главный риск для украинской гривны сейчас это поведение нерезидентов, ну то есть держателей наших украинских ОВГЗ. Глава экономического дискуссионного клуба Олег Пензин считает, Нацбанк уже потратил более 400 миллионов долларов на спасение гривны, но ситуация только ухудшается. Тот трэш, который сегодня накручивается на финансовых рынках, то, что завтра уже российские танки по Киеву пройдут, или что российские посольства спешно вывозят сотрудников, не мог не сказаться на настроениях нерезидентов. Они попросту бегут из страны, уводя капиталы. Что уже спровоцировало обвал по гособлигациям до исторических минимумов. А что будет с покупкой ОВГЗ, на которую рассчитывают в правительство, и за счет которой планируют рефинансировать часть рекордных долгов? В этом году нужно рефинансировать порядка 700 миллиардов гривен. Вопрос открытый. Какой идиот в нынешней ситуации будет покупать наши бумаги? Разве что под рекордные проценты. Но тогда Нацбанку придется повышать учетную ставку. А это сделает еще более дорогими кредиты для бизнеса. Поэтому, что дальше будет с курсом валют, можно только гадать. Но в целом эксперты все в унисон говорят, что доллар дальше будет дорожать. Аналитик компании Центр биржевых технологий Максим Рыщак говорит, реальные сценарии для гривны во многом зависят от геополитических факторов. В худшем случае, то есть, если эскалация вокруг Украины продолжится, гривна может обесцениться и на 100%, и даже больше. Оптимистический сценарий – это колебание в пределах 30 гривен за доллар, то есть в рамках 5-6%. В теории, конечно, дешевеющая гривна может вроде как сыграть в пользу экспортеров. В последние годы, я напомню, они жаловались на искусственное занижение курса. Что это, мол, вгоняет их в убытки и все такое. Теперь же, когда гривна стремительно падает, по словам экономических экспертов, экспорт может получить дополнительный импульс. Ведь в долларе наша продукция автоматически дешевеет, что на мировых рынках повышает ее конкурентноспособность. Шевчишин по этому поводу говорит, но тут следует учитывать еще один фактор – рост затрат, который ждет наших производителей экспортной продукции. Да, нынешние урожаи аграрии смогут выгодно распродать, но они уже изрядно потратились на осеннюю посевную и готовятся к повышенным затратам на весеннюю. Компанию дорожают все – импортные семена и средства защиты растений, удобрения топлива. С одной стороны, экспортеры вроде как могут получить выгоду, но с другой стороны, для этого должны быть определенные условия, а именно наличие стабильных цен на энергоресурсы. Плюс девальвация должна быть относительно плавной в течение всего года и желательно, конечно, при низких показателях инфляции. Но это Украина, здесь невозможно что-то прогнозировать долгосрочно, к сожалению. Но стоит отметить, что самая главная угроза для отечественной экономики со стороны подорожания доллара – это в очередной раз рост цен на энергетический импорт. Ценник на газ сейчас и так, как мы с вами прекрасно знаем, на рекордном просто уровне. Если же закупать газ за еще больше подорожавшие доллары, то в гривнах цены получатся еще выше. Уже сейчас, как вы знаете, многие предприятия либо сокращают производство, либо попросту останавливают их из-за того, что газ дорогой. Правительство там что-то обещает поставлять по льготным ценам, но эти поставки минимальны, их не хватает. Поэтому ситуацию они не спасают. И если все будет двигаться вот в таком русле, какие у этого последствия будут, ну, пока сложно представить. Еще одна угроза – это нефть. Цены на нее на мировых биржах пошли вверх. Но связано это не с Украиной и даже, представьте себе, не с Россией. Это связано с Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами и вот с той стороной, но тем не менее. Также стоит отметить, что это всего лишь один из факторов. К другим аналитики причисляют морозную, очень холодную зиму в Северном полушарии. А также после ковидным восстановлением мировой экономики. Производством предприятиям по всему миру требуется больше нефти. Так что в этом 2022 году перспективы для украинской экономики пока вырисовываются нерадужные. Высокие цены на энергоносители, инфляция, отток капитала – все это будет угнетать украинскую экономику. И, собственно, ее рост. По итогам первого квартала мы можем выйти даже на минусовые, к сожалению, показатели. По итогам года вполне возможен и нулевой процент роста. Ну, это если в первом квартале рост будет минусовой. Ну, то есть все провалится, а потом будет восстанавливаться. Хотя случиться может вообще любое. Также на рынке недвижимости вовсю же ходит информация о том, что иностранцы скидывают свою недвижимость в Киеве. То есть пытаются ее максимально быстро и по возможности выгодно продать. Об этом говорит Ирина Луханина, руководитель Киевского риэлторского агентства. Последние годы иностранцы в структуре покупателей недвижимости составляли 8-12%. Многие вкладывались в коммерческую недвижимость, интересовались также жильем под аренду. Что происходит сейчас? Часть иностранцев, которые проинвестировали в первичку, пытаются продать недострой путем переуступки прав собственности. По цене они даже в плюсе, так как за последний год первичка подорожала на 20-25%. Также в нашей практике были случаи, когда иностранный собственник сначала хотел сдавать квартиру в аренду, а затем по мере того, как нагнеталась ситуация с торжением России, решил ее продать. Точно так же и по коммерческой недвижимости. Если объект недостроен или там никто не живет, многие выставляют на продажу. Если, к примеру, квартира или коммерческий объект сданы в аренду, постояльцев никто не выгоняет и по статусу недвижимости ничего не меняется. Стоит отметить, что от украинской недвижимости избавляются в первую очередь иностранцы, которых с нашей страной, кроме желания подзаработать, ничего особо не связывает, и кто не знает внутренних течений. Они пытаются вынуть даже самые небольшие деньги, скажем, за квартиру эконом-класса в спальном районе. Те, кто, скажем, давно тут живет или ведет бизнес, сохраняют спокойствие и вообще относятся к слухам с изрядной долей скепсиса. В январе на рынке наблюдается традиционное затишье, поэтому тенденции могут измениться с 1 февраля. Тогда можно будет более точно судить о масштабах бегства иностранцев с нашего рынка недвижимости. Вот такие дела, друзья. Экономика и деньги любят покой и стабильность. Но нам здесь в Украине покой только снится. И это не касается тех волнений, которые сейчас происходят, скажем, в Киеве или каких-то еще слухов. А в целом и внутренняя политическая ситуация и внешнее нагнетание, скажем так, относительно грядущего вторжения России в Украину, хорошей погоды и инвестиционного климата Украина, разумеется, не делает. Зачем это делают американцы? Потому что это в первую очередь именно они нагнетают обстановку касательно вторжения России в Украину. Есть несколько версий. Первая – сделать Украину еще более зависимой от каких-то финансовых инвестиций или кредитов со стороны Соединенных Штатов Америки. Потому что у Украины особо-то и друзей нет и тех, кто может дать нашей экономике в очередной раз деньги. И как мы помним, украинские власти не особо стремятся выполнять требования Запада. А они же просто так деньги не дают, только в обмен на определенные условия. Версия номер два – это то, что Украину будут таким образом, как и в 2015 году, то, о чем мы вчера с вами подробно поговорили в Ясно-понятно блоге, склонять к выполнению политической части Минских соглашений. Потому что мы прекрасно помним, насколько кризисным был 2015 год. И даже несмотря на то, что Порошенко и не собирался это, собственно, выполнять, Минск-2, он все равно его подписал. И что вы думаете по этому поводу, друзья мои, обязательно напишите в комментариях. Пока у меня на этом все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно блог на канале страны. Совсем скоро мы с вами снова увидимся и продолжим разбираться в этих непростых, скажем так, перипетиях украинской мировой политики. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И подписывайтесь на наш телеграм-канал «Политика страны», потому что там всегда больше информации. Подписывайтесь, чтобы знать первыми. Пока-пока.